Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому так, на дурняках... Повезет так, повезет. Нет, так чушь. Погуляем. Друг сидит там, смотрит тоже. Здесь насторожился. Посмотрим, короче, посмотрим. Где-нибудь машину сейчас поставим. Еще очень важно, чтобы эта дорога была такая вдоль озера. Чтобы проехать можно было. Пешком чапать и некогда, и далеко. Ну, давайте. Если что, будем включать камеру и отчитываться. Я на воде. Так, не надо понять, откуда ветер. Ветер с юга. А вон они сидят, гуси. Ой, блин, там все бело. Они под тем берегом редиски. Ну, я пойду туда, поеду. И там, где я не постою. Охо-хо. Тяжко так это всегда наугад, знаете. Всегда надеешься на удачу. На везение. Тут просто это рай. Смотрите. Смотрите, сколько утки. Везде, везде. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сорванцы. Крякают, ругаются, шумят. Аж в машине слышно. Так, вот мыс неплохой. Но мы продернем еще подальше. Рисковать так рисковать, да? Ну, вот на этот конец озера пойдем. Эх, ма. Умные человеки сидит дома в тепле. Телевизоры смотрит. Чай пьет. На диванчике. А дураки такие, как мы. Сопли морозят. Что ж поделаешь. Родились с такой врожденной болезнью. Никуда. От нее нету лекарства. Сколько не искали. Нету. Все, сапожки одели. Еще сырые со вчерашнего. Но это нас не пугает. Курточки мы сушили. Даже рукава выворачивали. Так, солнце еще не село. Блин. Не, блин, нельзя говорить. Делки-палки. Не знаем, не знаем, куда идти. Не знаем, откуда птица идет. И идет ли вообще. Вот там сидит огромная масса под берегом. Возможно, все туда пойдут. Будет обидно. Курточка очень легкая у нас. Ни одного патрона. Сейчас будем затариваться патронами. Затариваться патронами процесс очень сложный и ответственный. Для этого надо пошариться в автомобиле. И найти чуть-чуть патрона. Вот таких это от Сереги. Магнусские. Магнум. Магнум. Так, о, четвертая. А это тройка. Вот давайте тройку расталкиваем по карманам. Тройку по карманам. Пять на этот карман. Остальные двадцать. На этот. Это техника где-то гудит. Еще рановато, по идее. По дороге под дождь попали. Но я думал, все, охоты не будет. Так, а здесь всякий набор. Четвертая. А, тоже высыпаем на карман, да? Потому что это хуже всего, когда нет патронов. Это очень плохо. Потому что пусть будут в кармане. Много патронов. Ну и пару магнумовских возьмем так, для успокоения. Три штуки возьмем. Они длиннее намного, чем простые. Видите, простые вот такие вот. Ох, как они позорно заделанные. Ну пойдет, пуляют, плюются. Так, ну все. Все. Хватаем ружье и побежали. На дороге. Ну, съехал с дороги, да? Хорошо съехал. Даже если широкая сельхозтехника пойдет, места хватит. Здесь кто-то проехал на тракторе на каком-то мощном и что-то протащил за собой. Или грейдеры. Да, наверное, проходили, сравняли. Ну, размыло дорогу почти. На лесковушке-то еще можно проехать. Вот так вот. Посидим в камышиках, подождем, пока солнце сядет. Вдруг. Реверный, да? Морозец обещают. Здесь хорошие места утки так. На перелете утку ждать здорово. Пролетают, классно. Гусей нет пока. Еще и солнце не село. Один табун пришел с поля и ушел на тот конец озера. А мы немножко решили прогуляться, размяться, погреться. Как красиво, да? Все залито. Закат освещает вот так. Светом залито, в смысле, заходящего солнца. Очень красиво. Ветерок ядреный. А мы гуляем. Разведываем места. Чего я боялся. Гусь поднялся весь с поля и пошел на тот угол озера. А на нас он забил. Жаль. Над псом. И он за ней прыгнул в воду. Так, темные гуси только что проходили над нами на расстоянии выстрела. И тут, видите, в озеро сели они все. Это не так уж далеко я бы мог добежать, но это пока темные. Мне кажется. Может и белый среди них есть. Но если здесь сели, то это неплохо. Могли бы киншальные над нами пройти тогда. Но пока темные. Пока темные гуси идет на воду. Ждем белого. Белый штук позже обычно наглеет. Пусть на космической высоте. Вон, 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 стайки. Вон. Пошли туда. Пошли туда. На другие водоемы. Вот такой вот пролетик. Ага. Вон, вон, сако очень пошли. Редиски. Поезд появился. Я его никогда не видел. Я не знал, что там железка проходит даже. И гуся всего поднял. Весь гусь поднялся. Вон. Огромная масса белого гуся. Но они просто отойдут и пересядут. А поезд ползет. Ленючий такой состав. Серьезно, так ползет. Прикольно, прикольно. Было бы хорошо, если бы он гусял. А кто-нибудь там стрельнул бы пару раз. И гусь бы на нас пошел. А утка, утка, смотрите. Ой-ой-ой. Утки как идут. Гуси бы вот так. Как же нам не оплошать-то, ребята, а? Как же нам не оплошать, а? Не знаете? Тачь. Тачь оп. Тачь оп. Тачь оп, зай. Чёрти. Тачь оп. Это вам, блин, за все наши нафиг неудачи. Тачь оп, займ. Тачь оп. Пока ветер их не унес. Давай, дамчик, давай. Давай, сетяп. Гуд фич, дам. Гуд фич. Гуд фич, дам. Гуд фич. Ну, классно нам поезд удружил. Спасибо, товарищ машинист, от всех советских мальчиков и охотников. Спасибо, дядя машинист. Я бы тоже стал водителем локомотива, чтобы творить такие хорошие дела на радость охотникам. Гуд жоп, дам. Давай быстрее, даймулька, блин. А то унесёт ветер всех, унесёт. Давай, дамчик, давай, давай. Ты же засиделся дома. Камон, дамчик, камон, камон. Давай, даймуля, давай. И бегом за следующими. Тоже неплохо идут, но тёмные. Высоко и тёмные. Два белых среди них затесались. Блин, собачка не успевает, а он носит ветер сильно. Тетчап, дай, тетч. Ещё и под ранок, ёлки-палки. Ха, собака ныряет. Тетчап. Брось его, динамит, давай следующих. Гоу, тетч, гоу. Тетч. Тетчап. Гоу, тетч, гоу. Гоу, тетч, гоу. Гоу, тетч, гоу, гоу. Гоу, тетч. Гоу, тетч. Японский городовой. Гоу, тетч. Тетчап. Гуд бой, дайм, гуд бой. Блин, надо было стрелять, но не хочется собаку с панталыку сбивать. Гуд бой, дайм, гуд бой. Гуд бой, дайм, гуд бой. Гуд бой, дайм, гуд бой. Гуд бой. Гуд бой. Гуд бой, дайм. Субтитры создавал DimaTorzok болид уже не видать белый не белый он тут табунок идет вот это белые и а в Голфет, Данит. Голфет, бой. Голфет, а? Голфет, я, я, я. Дайм, Голфет. Гуд бой. В кромешной темноте достаем последнего. Красота, красота. Тяжело собачка не видеть, приходится направлять. Гуд джоб, Данит. Гуд джоб. Мне еще видно, а камера уже не берет совсем. Отлично, Данит. Гуд джоб. Ой, начальники, Канадастан, отличный объект. Сидим вчера после работы, охраняем объектом, смотрим. Много-много кто-то пришел, гастарбайтер, все белый. Я не знаю, что делать, смотрю, джампшит тоже один глаз закрыл, как на меня смотрит, не знает, что делать. А потом подумали, немножко подумали и напугали их. Сильно напугали. Как стрельнули с культух и упали все. И вот собрали. Камера вчера, блин, это, захлюстела. По приезду хотел сфотографировать, снял, блин, все это. Показал вам гусей, захожу домой, ни хрена не видно. Потому что другой камерой снимал, а в гараже это. Ну, света не хватает, но сел, почему, включал. Короче, повезло нам. Да, ну, наверное, видели. Обычно по седячим мы никогда не стреляем. По гусям, которые там по ошибке записались, это глупо. Хотя нужно это, эволюция, знаете, естественный отбор, это, как товарищ Дарвин сказал, по уткам точно не стреляем по седячим. Ну, а по гусям здесь такое дело, эти белые витки, они коварные, какие они хитрые, все-таки. Они большой массой летают, и поэтому много глаз очень. А здесь натурально повезло. Сидели на дальнем берегу озера, и поезд пошел, откуда ни возьмись. Я даже не знал, не подозревал, что там железная дорога есть. Ну, так, теоретически знал, конечно. И он их поднял, испугал, короче, и они пошли, думаю, ну, сейчас над нами пройдут. И так низко, главное, идут на греющем. Они бах, завернули перед нами сели. Ну, я тут немножко так подумал, блин, с академиком Курчатовым посовещался. Он говорит, парень, ты иди эфрейтор, или дедушка Ленин, выбирай. Я думаю, какой я нафиг дедушка Ленин, правда? Чего понтоваться-то? У нас охота без понтов. Тем более, тетя Оля последним партнером ощипала, это, ну, жирненький, очень жирненький гуся. А эти еще увесистые. И она мне сказала это. Будем брать в пищу, будут приезжать ребята на охоту, будем угощать. Потому что каждый, кто приезжает в Канаду, хочет попробовать гусятину, хочет попробовать лосятину. И мы стрельнули, короче, как Бронька Пупков у Шикшина. Только Бронька стрелил и промахнулся, а мы не промахнулись. Ветер был сильный, уносил их сразу, вот это я паниковал, а он боялся очень. Не люблю я такие выстрелы, редко стреляю. Ну, если убивают, то что там, один, два, максимум три, да? А тут собачка сплавала, первого принесла, второго принесла, по-моему. А один, короче, когда я стрельнул, живой один был. Я не пожалел патронов и добил, потому что уже научен горьким опытом. И все равно один оказался под ранок. Когда собачка поплыла, второй или третий раз, он давай уйдевать. И она много времени потеряла. А смеркает, знаете, когда, прямо на глазах. И вот потеряли мы эти драгоценные 3-4 минуты, и гусей все дальше и дальше относила. Я потом его послал, начало ему принес, а потом начал отказываться приносить. Ну, потом я так посуетился, побегало. Озеро огромное, знаете, как океан, если их туда увезет на тот берег, ну, бесполезно там. На машине не подъедешь, а пешком чапать 5 километров, не знаю, уже будет середина ночи, вообще ничего не увидишь. И потом я смотрю, как будто там течения какие-то есть. Один левее, один правее. И я пошел левее, действительно, пока мы дошли там к мысу, когда мы прибили его, и там еще постреляли, гусь проходил. А потом вытащил их все, сложил на дорогу и пошел справа. И, короче, тоже нашел в воде, правда, метров 100 от берега, ну, видно было. И в темноте еще что-то беленькое, я собачку послал, он не знал куда. Ну, молодец, я его научил, знаете, так это. Если он не туда плывет, я ему кричу, короче, и он поворачивает, поворачивает. Когда он выберет правильный маршрут, я его подбадываю, кричу, и тогда он понимает, что туда нужно плыть. Плывет, плывет, пока не увидит. И притащил мы гусика. Собрали мы гусиков наши. Хорошие гуси, очень хорошие, знаете. И упитанные, главное, большие, упитанные, такие жирненькие гуси. Ага. Все беленькие в этот раз. Потому что, знаете, ух, тоже огромный, блин. И вот этот большой. А эти, может быть, прошлогодние, или просто специи, такая, знаете, под вид поменьше. Ага. Усложнило то, что, знаете, все гуси, они прилетели, собрались, это, за день там на озере. И были и белые, и темные, и вперемешку. А черных, нельзя сказать, или от темных. Ну, казарку было, щеку и всяких пищух там. И это, когда они так, и пришли, и сели, это все вперемешку как-то. Я смотрю, здесь больше черных, поэтому я не стал рисковать, и выбрал только, где белые были. Ну, и опять же, нужно было спешить, там, секунды оставались, это, знаете. Потому что, ну, все равно мы сидели там, как топот на плечихе, они бы нас увидели, и отплыли бы. Или даже поднялись, и улетели бы. Поэтому долго нельзя было. Стенать. Вот так вот мы постреляли. Ну, и подумали, что, ну, раз Аллах посылает, надо не обижать, правильно. Находчик боков надо воспользоваться моментами, брать. Такая вот получилась охота. До свидания.